Приветствую всех зрителей и гостей моего канала! Сегодня я буду делать твёрдый плавленый сыр. Как я делаю мягкий, который мажется на кусочек, вы уже знаете. И шоколадный мы уже с вами сделали, а сейчас мы будем делать твёрдый. Сыр такой вот, хоть мягкий, хоть твёрдый, делается из хорошего творога. Но я не думаю, что нужно рисковать. Лучше купить на рынке у участника, у фермера, у знакомого, кто держит скотину, хороший творог. С хорошего творога получается и хороший плавленый сыр. Здесь у меня 600 грамм творога. Я делаю в зависимости, сколько творога. Вот в данный момент у меня 600 грамм, значит будет 600 миллилитров молока. Молоко сейчас ставим на плиту и доводим до кипения. Молоко закипает и мы опускаем сюда творог. И это интенсивно помешивая. Ждём, когда творог начнётся плавиться и будет отделяться сыворотка. Творог становится мягкий, как будто бы резиновый. И вот уже начинает отделяться сыворотка. Произошло это буквально через полторы минуты. Вы под лопаточкой сами почувствуете, что как творог становится мягким. Даже как будто вот тянется он, как резиновый. И вот уже отделилась сыворотка. Всё, теперь эту всю массу откидываем через марлю. Вот так отжимаем с помощью лопатки. Вот так. Сыр переваливаем обратно в кастрюльку, в котором он варился. Добавляем половину чайной ложки соды. Половину чайной ложки соли. И одно яйцо. И вновь ставим на огонь. Делаю я это на медленном огне, чтобы не подгорело. В отличие от мягкого плавленого сыра, этот будет не плавиться, а вот такой твёрдый, пластичный, но твёрдой массой становится. Даже если здесь останутся крупинки, ничего страшного. На вкус это не повлияет. Ну всё. Тут крупинки-то в основном остались от яйца. Яйцо плохо разошлось. Сварилось практически. А так, на вкус очень вкусно. Так, сейчас перекладываем мы в ёмкость. Так. Вот в эту ёмкость. Вот в эту ёмкость. Сейчас нужно очень хорошо уплотнить его. Он и сам уплотнится потом в течение остывания. Но будет с дырочками. Красивый, такой красивый. Всё оставляем до полного остывания. Даже в холодильник убирать не буду. Он здесь и остынет хорошо. Прошло около часа времени. Остыл наш сыр. Сейчас мы оттуда достанем. Немножко от стенок. Вот такой у нас сырок получился. Конечно, у меня здесь очень сильно яйцо видно. Оно у меня заварилось. Ну, а так очень даже. Вот. Твёрдый, хороший. Знаете, вот на вкус как будто настоящий сыр. Но, наверное, и есть настоящий. Не надо никаких сычужных ферментов, закваски. Ничего. Очень вкусный сыр. Кому понравился рецепт готовки. Единственное, говорю, я всегда предупреждаю, творог должен быть домашний. Хорошего качества. С магазинного не получится, я так думаю. Может, получится, не знаю. Ну, всё. Спасибо за комментарии. Будьте все счастливы и здоровы. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok